Виды кораблей, все можно продать, используя эти 5 шагов. Нещи информацию, записывай, реально пригодится в жизни. Пригодится тем, кто еще холодный, не может найти той половинку, потому что когда мы на рынке социально находимся, когда ищем вторую половину, мы тоже себя продаем в какой-то степени, да? Это в мере трудоустройки вам еще пригодится. Это, естественно, пригодится вам заслуживать людей в ваших карманах, да? Это название «Жан-Союз». Первый шаг. Привет, Свет. Один из важнейших шагов. Если вам понравится человек, которого вы увидели, вы его будете с удовольствием слушать. Вы к нему будете расположены, да? Если человек вызывает у вас доверие, у вас, естественно, сразу же блоки все психологически снимаются, да? Есть, кстати, такой закон «Три да и три нет». Если вам в приветствии сказали «Три нет», это значит, что человек психологически заблокирован. Но это не значит, что с ним не надо работать. Его можно оставить спокойно неделю на месяц и потом еще раз попробовать, да? Есть такой закон «Три да». То есть конструировать вопросы необходимо. Так сегодня же хорошая погода была, да, ребят? То есть я из вас вытаскиваю «Да». Когда человек сам лично производит «Три да», он блоки все снимает, то есть он подвластен вашему воздействию, вашей манипуляции. Ну, грубо говоря, продажа – это манипуляция, сознание. Но когда мы что-то продаем или продвигаем, мы должны искренне верить и любить либо услугу, либо продукцию, либо организацию, либо самих себя, естественно, да? Если мы себя предлагаем в этом случае. Так, приветствия, что главное? Если это телефонный разговор, улыбаетесь, улыбка, ее слышно даже по телефону, когда вы улыбаетесь, ваш оппонент обязательно услышит. Если это визуальный контакт, вы видите, да? Это открытые жесты, это взгляд прямо в глаза. Ну, и, естественно, это веселое такое, приподнятое состояние духа. То есть уныние, да, там, взгляд, сколба, сухшие, там вот так вот закрытые жесты, да? Ну, естественно, никто смотреть и слушать не будет. Неинтересно. Второй шаг – краткая история. Они краткая. Кто я, что я, куда я? Да? Кто я, что я, куда я? Чего мне надо? Третий шаг – презентация. Презентация. Так, сейчас я вам расскажу. Смотрите, на выпиве в магазине сейчас подошел, вынечасовался электродрель. Ну, подходит, на торец начинает. Вы знаете, частота вращений в головке вот этой дрели с 2000 с половиной там сама вот это сверло выполнено в высококолитированной стали там и так далее, и так далее. И вообще вот подходит к родескам вообще отходится. Все лично. Как вы думаете, это полезная информация для этого клиента? Личная. Правильно, молодцы. Полезной информацией является то, что этой дрели можно просвернуть в личности. Нет. Когда мы что-то продвигаем и продаем, мы рисуем результат. Результат. Я, хозяйка рекламного отец, когда я продаю рекламу, я не продаю рекламу, я продаю эффект от рекламы. То есть то, что люди в итоге получат от этой рекламы, да? И когда вы будете приглашать новых членов профсоюза, что вы должны им объяснять в стимулизации? То, что человек в итоге получит от этого, да? То есть не надо говорить, вот, ну, вот у нас вот эти члены здесь, ну, нет, это уже все лишнее. Так, четвертый шанс у нас получается. Это билка-цен. Билка-цен. Билка-цен, да. Да, вон, в случае, да, это, 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 ребята, смотрите, банально. Там, там вот столько, у нас вот столько, да, и мы еще скидку даем, и еще и сверху еще бонус. Но это, это, если мы что-то давал услугу продвигать. Если у вас простою, то вы говорите, я всего один процент, всего копейки. Копейки, назвали копейки. Один процент за то, что будет, и то, то, и то, это вообще не деньги. Для Газкова, это очень много. Но я это так отвечаю, я не буду хлебом на 13 процентов, что почему-то отдаем. Да, мы не отдаем. У нас забирают, мы не отдаем, мы забирают. Я бы сказал, если вы покупаете свои деньги, а сейчас она показает, что-то, 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 не отдаем. Вот она ее, как я. То есть, ну, просто, поместить, у меня такие, да, правду. У меня народы, что-то, 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 не связь, не сроки, не сроки, не сроки. Сейчас, в моем, например, мероприятии, вступают, стать, положительные, должны за деньги. И этим, не порой, не жалко деньги отдать. А у нас им не жалко, не сроки. Так, завершение сделки, пятый шаг, завершение сделки. Что мы делаем с завершением сделки? Экономим свое и время нашего оппонента. Время деньги, поэтому его надо обязательно экономить. И чтобы подтолкнуть нашего оппонента, принять решение, мы принимаем это решение за него. как вы можете Есть распространенные форсовы на рынках, когда нам говорят, посмотрите, пожалуйста, бездача. И мы в нашу руку смотрим на карман, смотреть бездача. Я еще не решила, куплю или не куплю. У меня уже рука, я уже ящик бездачи куплю. Она уже на меня решила. То есть, принятие решения за человека. Ваши деятельности как это можно заменить? Вы можете сказать, кто пишет, скажу, здесь, здесь, здесь. Другие. То есть, он еще не решил, а мы уже документы подсохнуть. Пожалуйста. На самом деле, когда вы это предлагаете человеку, вы же понимаете, что добро несете. Вы же опознаете в любом случае. И даже то, что мы манипулируем, да, сознанием, это имеет, конечно же, все равно положительные плоды. Мы все равно добро несете, об этом надо принимать, верить. Так. И еще есть, скажу, что больше, знакомые вероятности 1 из 10 людей обязательно пригласиться. Это вот как работа по 5 шагам, и когда профессионализм у вас будет нарастать, это будет сначала из 10, один, потом из 9, один, потом из 8, 7, 6, и потом один с основным. то есть, да, это было уже, да, сразу же, ты сразу соглашаешься между никого, да, вот. И закон вероятности, и еще чувства нужно необходимым, речи в любой, да, бывает чувства, жадности, статности, срочности, потери. Ну, это уже чисто в одном архиве, по психологии, да. Так, жадность, это как вот развивается? Всего 1 процент, а вы за плативку получите вот таким же, да. и абсолютно вклады юридической помощи, так и так далее. То есть, кисками, да, вызывается жадность, желательно исполнивать с четвертым шагом, да, с четвертым шагом. Статности, Иван Петрович, Татьяна Васильевна, Николай Владимирович, и Женя из соседнего кабинета, они уже все продают их, все берут, надо брать. Чувство статности, человек существует статно, и необходимо это учитывать при любой манипуляции сознанием, психикой и так далее. Вот. Статности, срочность. И срочность, это, ну, естественно, чтобы с одним человеком на него не тратить и разумеем времени, да, не походить ему несколько раз, да, мы должны создать элемент срочности. То есть, или я уезжаю сюда, или, давайте, фактически, потом условия договора будут не настолько выгодными, да, то есть, они выгодны именно в этот момент, именно в этот период, да. сейчас, да. Да, я скинь, как говорят. То есть, это же можно в любой сфере использовать, даже в продаже себя, в принципе, да. Так, да, ну да, ну да, ну да, в принципе, это мы же все, когда на этом брачном рынке, когда-то, или находились, или кто-то там, что-то там, ну да, ну да, ну да, ну да, это просто прекрасно, это вот, у вас, ну пожалуйста, подпишите. Человек, стрелочку манипуляции в вашу сторону направляет, и теперь хозяин положения он. то есть, до этого вы манипулировали сознание, но как только вы потеряли чувство собственного стоинства, манипулировать с вами стал ваш оппонент, вот. То есть, чувство собственного стоинства станет, понимаете, вещь очень важная, да, то есть, вы держитесь в рамках подбольного. Никого никогда не доваривайте. Они, как говорится, и туда нет, но его просто можно потом еще раз, как бы, пригласить, позвать, ну через какое-то... Да, да, убрать навязчивость. Так, ну в принципе, вопросы есть, и давайте задавайте, и все там. Угу. Закончится. Вопросов нету? Нет. Никого не вынимаем. АПЛОДИСМЕНТЫ